Микс Ньюс Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Председатель правления товарищества центра консультаций собственников квартиры Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко в нашей студии Здравствуйте Доброе утро Ну и вы можете задавать вопросы Все любые вопросы, которые касаются коммунального хозяйства 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Можно писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Мы довольно часто Бывает, ну просто всю программу посвящаем Именно ответам на ваши вопросы Которых очень много и даже что-то остается за кадром Ну и вот затрагивался довольно часто вопрос счетчиков О том, как вот счетчики нового типа работают Насколько необходимо сразу установить их во всех квартирах Чтобы устранить какие-то вот вопросы по поводу Кто-то накручивает счетчики или нет Вот может быть с этого вопроса и начнем Как работает, действительно, вот если новые счетчики установлены Как эта система работает? Ну, я хотел бы сказать, что вот мы в своем кооперативе В конце концов, собственники квартир трех домов Приняли решение об установке нового поколения счетчика С дистанционным считыванием И с элементами контроля Не было ли воздействия на эти счетчики И первый дом, на котором установлены Вот наступил первый месяц Когда мы сняли показания уже в автоматическом режиме То есть весь процесс пошел от А до Я Он пошел в автоматическом режиме Вы знаете, результат подтвердил то, что Это проблема, разница показаний чисто техническая Потому что после замены счетчиков На 350, почти 360 кубов потребления воды на доме Разница показаний составила всего 12 кубов Или где-то меньше Порядка чуть меньше 3 процентов Или И на самом деле это еще не факт, что она была Потому что тут могло быть, ну, такое небольшое влияние Переходного периода То есть если кто-то очень сильно озабочен на проблеме и разнице показаний Я могу сказать так Можно все, что угодно говорить и сколько угодно возмущаться Но по сути дела устранить эту Или снять эту проблему можно только одним путем Чисто техническим решением Это первое Второе, может быть, многие задают вопрос А выгодно ли это материально Я не думаю, что здесь есть какой-то элемент большой выгоды Или вообще выгоды Но есть другой элемент Есть элемент удобства и сохранения здоровья Потому что сколько нервов люди тратят на это Вот возмущаясь этой разницей Это тоже стоит и времени, и денег, и всего чего угодно Поэтому на самом деле Я хочу подчеркнуть далеко не первый дом в Риге Но их достаточно много уже И мы тоже основывались на тех данных, которые были по предыдущим Но на самом деле мы убедились сами, что это эффект положительный А еще раз вопрос Сколько нужно голосов, чтобы решить установку этих счетчиков в доме И если вдруг какая-нибудь там квартира даже не из вредности А ну уехал человек, там закрыл квартиру, там его нету Ну обычно, если человек уезжает на длительное время То там есть свои механизмы Как гарантируется то, что там нет употребления Потому что сам по себе отъезд собственника куда-либо ни о чем не говорит Я прошу прощения А при этом он может оставить ключи кому угодно И там квартиры могут пользоваться Поэтому если человек действительно выезжает надолго И при этом он точно знает, что там никто не будет пользоваться То он, как правило, обращается в домоуправление И мы принимаем уже меры, гарантирующие отсутствие потребления Там есть свои мероприятия, которые мы реализуем И мы гарантированно знаем Если в этой квартире нет потребления Ну бог с ним, вернется человек, поставим туда счетчик Это первое, второе, относительно сколько голосов надо По сегодняшним правилам В домах, в которых собственники повиняли управление на себя Это кооперативы и дома Ну управляемые бедрами или там На основании договора управления То в этих домах 51% Имеет право решать все вопросы Связанные с распределением счета поставщика В том числе и то, что считать счетчиком И какие показания учитывать, какие нет То есть это в компетенции Если мы говорим о домах, которыми управляются предприятиями типа РНП Где не закончен процесс приватизации по нынешним правилам Там сам управляющий может принять решение об установке таких счетчиков И включить стоимость этого мероприятия в стоимость обслуживания Там по нормативным документам это ему разрешено Так что пути все открыты Нужно просто идти вперед Пришел тут сразу вопрос к нам Что изменилось с решением вопроса о хозяйской земле под частными домами? Вот Ирина интересуется, сколько же мы будем платить? 6%? 4%? Или больше? В настоящее время 6% А в перспективе... В перспективе разговоров масса, но сколько я их не слышал Опять идет разговор о том, что 4% Но понимаете, проценты это относительная вещь Есть еще вещь абсолютного платежа Не надо забывать, что с 2021 года должны открыть кадастровые стоимости 4% могут оказаться гораздо больше в абсолютном выражении Чем 6% до этого Тут очень много нюансов и очень много неясного Потому что политики в обсуждениях мешатся от того, чтобы Снизить этот процент под жилыми домами Снизить стоимость кадастров под жилыми домами и так далее Но там ясности нет никакой там И кто победит, не знаю Обычно побеждали деньги А деньги стоят со стороны Землевладельцев Поэтому на самом деле Трудно очень сказать, что получится По поводу выкупа сразу же Вот тут второй вопрос Земли Насколько это перспективно именно сейчас? Или когда лучше выкупать землю? Нужно ли ее выкупать? Вопрос такой, что вопрос разделенной собственности Он должен быть закрыт То есть разделенная собственность не должна быть Это не естественная ситуация для всего мира Это уникальная ситуация в Латвии Которая была создана, я не знаю, под какой горячкой Но когда здание принадлежит одному лицу, а земля другому Такой практики практически нет нигде И в этом случае это должно быть устранено Если у вас сейчас есть возможность выкупить землю То ее надо выкупать Есть вопрос в цене и в величине выкупаемого участка Вот весь вопрос На самом деле давайте говорить так На сегодняшний день, если вы платите авенную плату То, как правило, вы ее платите в размере 6% Это, считайте, за 15 лет вы выплачиваете собственнику земли Кадастровую стоимость и идете опять по новой Ну давайте посчитаем Если мы возьмем и будем платить платеж в размере 7-8% от кадастровой стоимости Если удастся выкупить у собственника земли эту землю за кадастровую стоимость Допустим И будем платить банку в качестве возврата с учетом уже всех процентов 7-8% ежегодно от кадастровой стоимости земли То за 15 лет мы рассчитаемся с банком и станем полноправными А полноправными собственниками мы станем с момента подписания договора с банком То есть мы будем тратить деньги на себя, на увеличение своего имущества Можно свободно им распоряжаться, благоустраивать, видоизменять и так далее А так это такая площадка раздора, которая нигде хорошо пока не работает Но пока нет никаких у политиков планов решить эту ситуацию То есть сколько идут разговоры как будто бы вот об этом Вы имеете ввиду принудительное отчуждение? Ну опять-таки разговоры были о том, что ну не совсем принудительно А если там кто-то выражает какое-то желание, то установить какие-то пределы Но все это очень сложно решаемый вопрос На самом деле если сегодня к нам за консультацию обращаются люди, которые говорят Что вот хозяин земли согласен уступить землю по достаточно лояльным ценам Я могу сказать так, если вам такое предлагают, пожалуйста, думайте, будьте разумными, надо покупать Другого варианта нет Даже если, скажем, часть, предположим, собственников квартир будет против Ну то есть если большинство за, то каким образом? Видите, тут, наверное, надо более подробно получить консультацию у юриста Но на самом деле достаточно, в определенных случаях, при определенной схеме покупки Достаточно 51% Но, как правило, поскольку этот вопрос связан с займом в банке То есть кредит придется брать, вряд ли такая сумма в кармане находится у кого-то То в этом случае, ну, три четверти должно проголосовать, согласиться с покупкой Остальные могут в конце концов и остаться арендаторами Нравится им платить арендную плату? Да ради бога Вопрос приходит по поводу долгов, которые остались на квартире Вот и квартиру продали, а долги остались висеть на доме Как их списать, спрашивают? Списать? Да На сегодняшний день законодательством предусмотрены два варианта Ну да, два случая, когда можно списать эти долги Это случай, когда человек умер и наследников нету И второе, это когда человек прошел процедуру банкротства В этом случае все поставщики солидарно должны списать этот долг Если же человек просто-напросто не заплатил по долгам и исчез куда-то То этот долг остается за собрание, за обществом собственников квартиры То есть за собственниками Соседи должны будут заплатить И никак И никак, да Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Сергей Вседоренко Добрый день Добрый Сергей Вседоренко, вот вы в ваших подсчетах исходите из 6% Но вот сейчас ведь идут судебные дела И, допустим, Парвалднекс настаивает на 4% А хозяева земли, допустим, ну 6 или 5,5 А что будет, если суд примет сторону Парвалднекса И будет 4% Это будут уже совсем другие подсчеты и выгоды Правильно? Спасибо А 2% еще меньше, чем 4% Это я согласен Но суть вопроса в том, что мне был задан вопрос Какова законом установленная планка И в законе сказано Если стороны, то есть арендаторы и арендодатели Не смогли между собой договориться То по умолчанию работает ставка 6% О каких 4% судится Рига с новым Парвалднекс На каком основании, я не знаю По крайней мере, до сегодняшнего дня Все земельные суды, которые я знаю Которые касались размера процентной ставки Они заканчивались одним Суд, если вы не можете договориться Суд вынужден, поскольку в законе так написано По умолчанию установить 6% Это первое И второе, такое достаточно печальное решение Верховного суда О том, что управляющая компания По умолчанию считается заключившей договор С собственником земли То есть, это вот Ответственность заключения договора И ответственность платежа За аренду земли под домом, которым мы управляем Переносится с собственника в квартиру Неважно, давали нам собственники квартиры По уполномочия на заключение договора Не давали Верховный суд постановил, что мы обязаны сразу Начинать платить Договорились, значит, меньше чем 6% Не договорились, значит, сразу 6% А собственники квартиры точно так же молчаливо Должны платить нам эту сумму Поэтому, каков предмет спора Ригас-Намопородникс Я не знаю Но по закону на сегодняшний день так Суды, у нас самостоятельная институция Они могут решить по-любому В пределах своей компетенции 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Задавайте ваши вопросы Председатель правления Товарищества Центра Консультации собственников квартир Сергей Сидурко Здравствуйте Добрый день Добрый день Так, два вопроса Одно, что по установке защитника Дума Дымоаппаратуры Думаю, что в лестничных Это должно быть обязано сделать Дом правления Обслуживающая организация И ввести его в счет Коммунальных услуг Кроме этого Должно быть Специалисты Дом правления Так, как есть Сантехник Так, как есть Другие специалисты Потому что Многие люди Не умеют Его правильно установить Это одно предложение Может принять Может не принять Теперь по поводу Ижискания долгов Значит Нарушен сам Закон о приватизации Во-первых Когда вы Мы все Оформили Платеж С сертификатами Но несли В домовую Книгу Свою собственность Тогда Возникает вопрос Если есть В доме Долг Как В этом случае Изыскать долг Если В домовую Книгу Не занесен Нет судей От Домовой Книги Согласно Статии Девяносто Четвертого Гражданского Закона Этот Собственник Не является Собственником И не имеет Права Участвовать На собрании И Принимать Голосованием Решений Теперь Если В доме Например Ну Сто Квартир Так А В домовой Книги Занесли Только Двадцать Теперь Возникает Вопрос Если Остальные Привозировали Квартиру Но не Занесли В домовую Книгу Собственником Это Время Является То же самое Домправление Потому что Домправление Внесла Дом Земляную Книгу А покупатель Не внес Возникает Вопрос Как Заскать Долги Если Я Собственник И Занес Свою Домовую Книгу Если Нет Другого Имущества Другого Меня Могут Описать Мою Квартиру Исполнительно Прилудить Лищить Квартиру Если Не Унесем Домовую Книгу Это Собственность Так Собственность Принадлежит Рисской Думы И Судебный Исполнитель Не Может Описать Чужую Собственность Для Того Чтобы Скажем Такой Как Я Покупатель Не Внес Домовую Книгу С меня Взыскать Долги Про Принятие Вращения Есть Разные Вопросы Где 51 Процент Решения Имеет Законную Силу Где 75 Если Этих 20 Собственников Участвуют На этом Собрании Остальные Грубо Говоря Квартиранта Съемщики Значит Решение Принять Не Может Поэтому Нарушен Закон Самооперватизации Где Сказано После Того Когда Вы Оформили Все Счета Свои Совершили Уплату С сертификатами В течение 6 месяцев Должны Были Нести Домовую Книгу Вот Вам Пожалуйста Разъясните Если Вы думаете Иначе Кому Это Что-то Не Ясно Что Такая 99 4 Статия Гражданского Закона Возьми Русскоязычные Все Покупают МК Там Юрист Алексеевна Чисто Комментарически Вам Разъясняет Да Спасибо 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 Относительно Систем дымоудаления Пожарной сигнализации И так далее Я абсолютно согласен Здесь с радиослушателем Во-первых Это и нормативные акты Предусматривают Что там где это предусмотрено В местах общего пользования Домоуправление Должно обеспечить Установку Необходимых Противопожарных Приборов Элементов И так далее И обеспечить их обслуживание Естественно За Счет Собственников квартиры Это само собой Подразумевается Относительно Квартиры Да Этот вопрос Такой Интересный В том плане Что Не каждый Берется И понимает Как правильно Установить Детекторы дыма Ну вот у нас была С вами Передача И там Специалисты говорили Что нельзя На каких высотах В каких там Зонах Помещения Ставить так Чтобы это было Эффективно Не знаю Каждый дом Управления Решает по своему Мы в кооперативе Сделали очень просто У нас есть Организация Специализированная Организация В подряде Которая обслуживает Пожарные Противопожарные Системы Мы Они Предложили Свою услугу По установке Этих детекторов Тот Захотел Воспользоваться Приходили Ребята И Ставили Эти детекторы Уже профессионально И Правильно По согласованию С жильцом Относительно Второго вопроса Я хотел бы подчеркнуть Что гражданский закон Это великий закон Но он действует В тех случаях Когда нет Специальных законов В данном случае У нас специальным Законом И является Закон о квартирной Собственности И там совершенно Четко прописано Во-первых Я не понимаю Что такое термин Домовая книга У нас есть Земельная книга То есть Это земельный суд Который ее устанавливает И квартирная собственность Сама по себе Она наступает С того В тот момент Когда все квартиры Записываются В земельную книгу То есть Дом сначала Делится На квартирные собственности А потом уже И здесь подменяется Сам факт регистрации Наличия квартирной собственности С фактом регистрации Собственника Ну Прав собственности На конкретного лица Дело в том Что сразу Дом делится Перед приоритизацией Он делился На квартирные собственности И после этого Он Открывались Надало им Отделения По которым Каждый Кто заключил Подписал договор Купли-продажи Он По определенной процедуре Записывал Свои права собственности На данную квартиру Сразу подчеркну Вы можете Вступить во владение Имуществом Вы вступаете Сразу после Совершения Легальной сделки По приобретению Этого имущества В данном случае Если мы говорим О приватизации То после того Подписали договор С приватизационной комиссией И выкупили Оплатили свое имущество Приватизационной комиссией С сертификатами Либо деньгами Это суть Не важно Вы становитесь Владельцем Но Отчуждение И другие действия Заклад И так далее Этой собственности Без вашей Регистрации Прав Вашей собственности Вашей Прав На собственность В земельную книгу Невозможно Хотя Владение Да Оно возможно Из-за Квартирной собственности Предусматривать Что Все обязанности И права Собственника Наступают С момента Заключения Договора Сделки То есть Вы купили Сегодня квартиру И сегодня Вы стали Вы стали Всем С одной Очень опасной Штукой На которую Уже Несколько человек По крайней мере Мне известно Нарывались Человек По каким-то Причинам Ему Одному Понятному Не регистрировал Свои права Собственности В земельной Книге Значит Там числился Что собственник Квартиры Предыдущий Собственник И в этой ситуации Если за квартирой Образовывался Долг То и мне Тоже приходилось Мы подавали На старого Собственника Старый Собственник Естественно Игнорировал Все это дело Ему Он-то знал Что ничего Нету И По суду Квартиру Арестовывали И даже Доходило до Аукциона Когда прибегал Новый Владелец Документы Как же так Я не был оповещен Но этот момент Нужно совершенно Четко Учитывать Нужно владельцам Учитывать И закон Предусматривает Что вообще В принципе Приобретев квартиру Вы должны в течение Месяца Объявиться в Домоуправлении Независимо от того Зарегистрировали Вы собственность Или нет В земельной Книге Вы должны Права собственности Вы должны Прийти Поэтому На самом деле Сегодня никаких Неприватизированных Квартир нет Радиослушатель Прав в той части Что если На сегодняшний день По данной квартире В доме Который Приватизировался Не прошла сделка Между Агентством Приватизации И Ну лицом Которое имело Право на выкуп Этой квартиры В порядке Закон о приватизации То эта квартира Принадлежит Самоуправлению Она не бесхозная Она принадлежит Самоуправлению И если сегодня В доме 20 человек Выкупили квартиры А 40 Квартиры остались В Ведении Самоуправления То самоуправление Обязано Приходить Предоставлять Свою представителя На голосование То есть Обязано Голосовать И как правило Вообще По той практике Что у меня была И есть Там где квартиры Остаются За самоуправлением Такие дома есть Самоуправление Обязательно Голосует И голосует Как правило В сторону Положительного Решения Всех вопросов Так что здесь Я не вижу Никакой проблемы Относительно Того Лишать Или не лишать Должника Права Голоса Но во первых Давайте условимся С вами так Что человека Должником Можно узнать После решения Суда До этого Он не платит По разным причинам На сегодняшний день У нас Долг Это когда Ты можешь Применить Человеку Санкции Значит Ты обязан С ним Пройти Судебную Процедуру Либо он Сам подписался Что да Я согласен Что я должен Если такие люди Составляют график Погашения Долга И так далее Насколько Надо их Лишать Права Голоса Не знаю А почему Мне как-то Немножко Непонятно Давайте тогда Решим их И право Голосовать В государственные органы В голосовании Вообще Сделаем их Лишенцами А может еще Концлагерь построим Но не получится Так На самом деле Должник имеет Это такой же человек Но он не выполняет Свои определенные Материальные обязательства Но за эти обязательства Его надо Наказывать Мы сейчас Сделаем небольшую паузу Время рекламы После чего Продолжим принимать Ваш Я вижу что мигают Телефонные линии Обязательно Перезвоните Буквально через 2 минуты 6 7 212 93 6 7 213 93 9 Микс Ньюз Продолжается программа Добро пожаловаться Я напомню что Телефоны в нашей студии 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Отвечает на ваши вопросы Здравствуйте Алло Вы в эфире Пожалуйста Добрый день Добрый день Господин Сидорко Скажите пожалуйста Как гласит закон Насчет Насчет того что Квартиросъемщик Не подал 2-3 месяца Показания по воде Ну есть не закон Есть правила кабинета министров Или 10-13 Или 524 Суть не важно 3 месяца подряд Если вы не сдаете показания по воде Первые 3 месяца Вам начисляется По среднему А на 4 месяц Выставляется вся разница Так гласит закон На сегодняшний день Наверное нормативные акты Это правила Которые установлены Кабинетом министров И им приходится подчиняться А протестовать ничего я не могу А протестовать вы не можете Потому что теми же правилами Если у вас есть случай какой-то Если что-то с вами У вас же в жизни происходит Что вы не можете сдавать показания Счетчиков То у вас есть масса вариантов Каким образом вы можете Предупредить Дома управления О том что вы не будете сдавать Вы можете оставить заявление Вы можете Там еще определенные Способы оповещения Где какие приняты В нашем кооперативе Принимается любое оповещение Телефонное По интернету Скажем Полить письменному заявлению Как угодно Только оповестите Потому что на самом деле Это не злобная Позиция кого-либо А это метод расчета Дело в том Что если ваши показания Не поступили А мне счет как-то надо разделить Стоит вопрос А как его сделать Да Максим Большой Будет большая просьба Если Делать Тише Радиоприемы Потому что фон создается Здравствуйте Пожалуйста Ваш вопрос Здравствуйте Ножном принадлежит Обслуживается Ригас нам Парвал Нет Меня интересует Почему В декабре 2019 года То есть Это счет В январе Мы получили Потребленное Тепло Аскурой На 20 мегаватт Больше Нежели В ноябре 2019 года Цена Отопления Была Та же А температура В декабре Всего лишь Была На 1,3 градуса Ниже Это данные Ригасиутом Мы были В ноябре Объясните Пожалуйста Я писала Ригас нам Парвал Пока Ответа не получила Вы знаете Я не смогу Ответить На ваш вопрос По одной простой Причине Дело в том Что счет За тепловую Энергию Выставляется На Основании Показаний Домового Счетчика И Кстати Говоря Показания Домового Счетчика Снимается Ригас Самостоятельно И по телеметрии Поэтому там Никаких Вариантов Какой-то Вмешательства Ригас Нам Парвал Нексон Общую Величину Счета Не может быть Значит Так Топился Ваш дом Значит Надо смотреть В состояние Техническое Дома В Систему Настройки Как распределяется Тепло Между водой И отоплением Здравствуйте Здравствуйте Хотел узнать За просроченные Платежи Какие проценты Берут Ригасуден За отопление И так далее Наши монополисты И какой процент Может брать Управляющая компания 0,1 0,2 0,5 За то что Человек Опоздал Ригасуден Ригасуден И Ригас Силтнус На сегодняшний день Применяют Штрафные санкции Я могу ошибиться Поскольку К нашей организации Не применяют По-моему 0,2% За день просрочки По-моему Так Могу ошибиться Значит Но это оговорено В договоре Это оговорено В договоре И вы можете Поинтересоваться В своей обслужившей Организации А относительно Домоуправления Там Есть вопрос Очень простой Значит Домоуправление Имеет право За свои услуги Выставлять вам Штрафные санкции В том случае Если между вами И Домоуправлением Подписан Индивидуальный договор То есть Вы лично Подписали Договор управления В котором По оговоре Ну вот Вы сейчас Буду подписывать договор Какие Проценты Вы лично В ответ Я еще раз повторю Да-да-да Наш дом Будет подписывать Дом Вот понимаете Здесь вопрос такой Здесь принципиально Разные вопросы Дом будет Путем собрания Подписывать Или вы лично В этом есть нюанс Потому что дом Подписывает Мы в собрании Решили переходить Да Молодцы Значит И решили заключить договор И вы видели представителя На Для того Да-да-да-да В этом случае Ни у кого из вас Личных обязательств Платить штрафные проценты Домоуправления Нету И вы И имеете Право Если Подписывать договор Ваш представитель И вы Домоуправление В праве Свостребовать Штрафные санкции 6% годовых То есть Это так называемый Законный процент То есть Максимум Это 6% Газовых Если вы Не подпишете После этого Индивидуальный договор Если вы Личный Иван Иванович Сидоров Не подпишете С вашей Обсуживающей Организацией Договор В котором Будет оговорена Процентная Ставка Другая Потому что А это Какую Договоритесь Есть Ограничения По закону Что Вообще-то Штрафные санкции Не могут превышать 10% От основного Долга Таким вот Нет 10% От долга То есть Если вы Должны Тысячу То штрафные Санкции Типа Не должны Превышать 100 евро Но там Тоже Надо смотреть Не так Все это Просто Поэтому В принципе Я еще раз Повторю Если дом На собрании Решает Подписать Договор управления С управляющей Компанией И поручить Это какому-то Представителю От дома Подписать Это не означает Что против всех Можно применять Штрафные санкции Штрафные санкции Можно применять Только просто Против того Человека Который Вас Который Подписал Индивидуальный договор С другой стороны Домоуправление В праве Если Из-за вашей задержки Домоуправление Получило Штрафные санкции От подрядчиков То есть От сил Тумса Уденцев Ивоза Мусора Ну и дальше По списку То все Эти проценты Полученные Оно имеет Право Включить Вам в счет Потому что Это уже Другое дело То есть Есть два вида Штрафов Да От Подрядчиков Которые дают Это в этом случае Ваша задержка Платежа Считается Необходимыми Издержками Потому что Дом-то снабжается А вот Вот Сама Сама услуга Домоуправления То она Вот облагается Таким Вот образом 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Уже буквально Несколько минут У нас осталось До конца программы Здесь А вот Есть еще один звонок Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Добрый день У меня вопрос По Рига Снаму Парвал Мексу Есть ли у дома Есть разница По счетчикам воды Да Почему это Раскидывается В ровных долях На все квартиры Потому что По вашему дому Предусмотрена Методика Делить разницу По воде Пропорционально Количество Квартир И все Есть 4 способа Как можно делить Воду между Собственниками Квартир Пропорционально Потреблению Пропорционально Числу Задеклавированных Пропорционально Площади Пропорционально Количеству Квартир Выбирайте Любой вариант На собрании И Утверждайте Это ваша компетенция Какой из 4 вариантов За предусмотренных Правилах Вы можете Применять В этом случае Если сейчас Кто-то не платит То Весь дом Платит Разница по воде Я извиняюсь Давайте так Разница по воде Не связана с тем Что кто-то Не платит Это кто-то Неправильно Сдал показания Или не сдал Показания Потому что Потому что На самом деле Ни один дом Прав не может Предусмотреть Кто заплатит Кто не заплатит Вообще В расчетах Я неправильно Выразил Вот и все Но как делить Эту разницу По воде Я вам сказал Есть 4 законно По нормативам И предусмотренных Способы Выбирайте Какой вам вкуснее И голосуйте За него Спасибо Еще один Сразу Звонок Здравствуйте Сделайте Тише Радиоприемник Прошу вас Здравствуйте Да Только сделайте Тише Радио Мы очень фоним Да Пожалуйста Да Вы знаете Пришло письмо Такое Мы вообще Состоим В фарвалдмексе Наш дом Нам фарвалдмекс Но пришло письмо Короче Не было ничего И пришло письмо Что якобы Наш дом Стоит частично На земле На земле Частной И чтобы мы Заключали договор С парт Далговой Каждый Сам В общем Пришло Наверное Каждому Каждой квартире Это письмо Я так полагаю И что мы Должны Писать Что Все эти Что мы платили Что Мало Парвалдмекс Не заключил Договор С этим Парда Далговой Вот И Мы должны Как бы Здесь им Писать Они прислали И на русском И на латышском Что Что мы Должны Вот И не все Мы писали Все заготовки Немедленно Перечитать Все мои платежи Которые были Предназначены Для оплаты Земельной Аренды На земельный Участок Ринужи 11 В общем Кадастровый номер Все И которые Не были Поставщикой Перечитать Все мои Оплаченные Сумы На кооператив Парда Далговой В И Еще Пришлось Договор Что Я должна С ними Заключить Договор Два Экземпляра Пришло И Безпятный Конверт Все И только Надо Подпись Поставить И им Позапослать Вот как Это Понимать Я Вы Знаете Из Вашего Рассказа Могу Предположить Это Не будет Какой-то Консультации Скорее Всего Думаю Управление Предвидишь Зная Зная У вас Есть Какой-то Участок Неразделенной Собственности Земли Который Принадлежит Какому-то Другому Лицу Предварительно Собирала Деньги Что Нормальная Практика Теперь Он предлагает Поскольку Объявился Тот Собственник Я не знаю Каким образом Кооператив Стал Собственником Ну Они Просят Вашего Согласия Накопленные Деньги Перечислить Туда Так Я понял То Что Вы Мне Сказали Это Вполне Ну Нет Если Вы Собирали Деньги Авансом На то Чтобы Заплатить Хозяину Земли Когда он Появится А сейчас Вы Эти Деньги Заплатите Конечно Это Нормально Открутиться От По юведической Практике Если Есть Хозяин Земли То Вы Должны Заплатить Аренду Начиная С момента Его Вступления В прав Собственности Тут Никуда Не денешься Закон Работает Что Пожалуйста Извините Ни собрания Ничего Не было И я Все Должна Подписать Эти все Договоры Вы Знаете Я бы Я бы Я бы Перевел Наш Разговор Я в эфире Вам не отвечу На ваш вопрос Потому что Здесь Нужно Тогда Сесть И Прочитать То Что Вам Написали И Понять Что Там Написанных Пересказов Не получается Я прошу Прощения Спасибо Извините Если что Вы можете Писать На номер 2 3 0 6 1 9 1 Здравствуйте Наверное Уже последний Вопрос Да Добрый день Господин Сидорко Объясните Такую Ситуацию При разводе С мужем Он мне Подарил Квартиру И я Эту квартиру Переписывая На себя В дом Управления Подписывала Договор И я Попросила Показать Мне Договор С хозяином Земли На что Мне в категорической Форме Было отказано Как бы я Сказала Что ну а как Я могу заключать С вами договор Если я не знаю Кто что как Владелец В договоре Мне показали Несколько договоров Все Подзачеркнули Все Все корректором Все цифры Все буквы Все знаки Так вот Хозяин Земли Меняется Каждый год Каждый год Меняется Сумма Сумма Этой земли И В плане У нас указан Не только Участок Земли Который прилегает К дому Но один кусок Земли Который далеко За домом Я спрашиваю А что за такая Зона Б Которая Ну в общем-то Она совершенно За остановкой Это тот кусочек Земли Который тоже Принадлежит Этим хозяевам И хозяева Ни в коем случае Не соглашаются Ну как бы Его отделять Ситуации две Зачем нам нужна Земля Которая находится Вообще Не около нашего дома И имеем ли мы Право знать Что-то О хозяине земли Или нет Спасибо большое Ну в пределах договора Я не вижу в чем проблема То что написано в договоре Знать о хозяине земли Кто является хозяином земли И его реквизиты Я не знаю в чем там Домоуправление Увидел Какую-то проблему Вы должны понимать Вообще В отношении документации По вашему дому Вы должны знать Одну вещь Согласно закону Об управлении Жилыми домами Каждое домоуправление Должно вести Так называемое Дело дома Или по-латышски Это звучит более красиво Мая след Где есть разные разделы И в этих разделах Должны храниться Абсолютно все документы По крайней мере Юридические документы Договора И так далее Они должны быть доступны Правда Порядок Ознакомления С этими документами Определен в законе Так что Вы предварительно Заявляете Что я хочу Ознакомиться С таким-то Таким-то документом Согласовываете Время визита С домоуправлением Расписываетесь В специальном журнале О том Что вы ознакомились С такими-то Такими-то документами Дальше я не вижу Никаких оснований Для секретов То есть там Секретов не должно быть Поэтому Что там вам Позачеркивали Что нет Я не знаю Это По крайней мере Меня это вызывает Ну удивление Относительно Земельного Размера Земельного участка Да Есть Здесь Проблема И она достаточно Большая Она может быть Даже гораздо более Обидна Чем в вашем случае Когда При приватизации Когда никто Не смотрел Ни на собственника Земли Ни вообще На размеры Прилегающих участков Их делили Линейкой Мы об этом Уже говорили И вам Могут Прирезать И были Во многих случаях Прирезаны Ну необоснованно Большие участки Земли Куда и попали Хозяйские Как в вашем случае Здесь Было принято Нормативное Решение О том Что Веческая Дума Должна Пересмотреть Все земельные Границы И Определить Для каждого дома В порядке Административного Процесса Новые границы Функционально Необходимого Земельного участка И через эту Административную Такую реформу Мы должны были Прийти к справедливым Участкам Это Насколько я понимаю Исходя из того Что там сейчас Старается Об этом все давно Забыли И никто Этим не занимается Но В вашем случае Сейчас Единственный Способ Отказаться От этого Участка Это Обратиться В комиссию Веческой Думы И попросить Разработать Для вас Функционально Необходимый Участок Земли Потому что Способ С хозяином Земли Может затянуться Вот этот аппендикс Который стоит Там за дорогой Он Вы можете По суду И при наличии Вещения Веческой Думы Вы можете Попытаться От него Отказаться Только в том Случае Если сам Этот кусочек Он Функционально Может быть Использован В коммерческих Целях Таким образом То есть Он Самодостаточный Для того Чтобы его Как-то Хозяин Земли Мог использовать Если Там 40 квадратных Метров То Здесь Вопрос Доброй воли Хозяина Ну вот У нас Подошло В концу Время Нашей программы Я хочу Сказать Сразу Что Те Кто Прислал Свои Вопросы На номер Ватсапа 2 3 0 6 1 9 1 Мы Обязательно Ответим На эти вопросы Они Касаются И Счетчиков Они Касаются Вот Проверки Домов Литовской Сирии Насколько Определен Сейчас Срок Службы Домов Есть Вопрос По Поводу Того Что Человек Платит За землю Под лоджи Справедливо Это Или Нет По закону Наверное Все эти Вопросы Мы Вынесем Начало Следующее Обязательно Мы на них Ответим Спасибо Огромное Что вы Писали Нам И В нашей Студии Был Председатель Правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир Сергей Сидорко Большое Спасибо И до новых Встреч Всего доброго